В актовом зале лицея номер 15 города Черкеска Реквием Скорбит изнывает Кавказ, посвященный 11-й годов синий трагических событий в Беслане, собрал много людей. В мероприятии приняли участие представители мэрии Черкеска, педагоги, учащиеся от девятых классов и представители средств массовой информации. Дети еще раз напомнили всем присутствующим о тех страшных событиях. В 2004 году, 2-3 сентября, на протяжении этих двух тяжелых дней террористы захватили школу в этом городе. И были захвачены люди, как школьники, дети, как я, старше, младше и взрослые. Было убито 334 жителя, из которых 186 – это были дети, школьники. Выступавшие школьники отмечали, что пришло время понять, что в борьбе против терроризма есть только один способ – единство всех людей и государств, противостоящих этой смертельной опасности. Они также призвали всех объединиться в борьбе с любыми проявлениями терроризма, национализма и жестокости. Мы ежегодно проводим это мероприятие, потому что сегодня исполняется и завтра 11 лет со дня трагедии в Беслане, где погибло очень много местных жителей. И очень обидно, что погибли и очень большое количество детей, ни в чем не повинны, которые только начинают свою юную жизнь. Как и все последние 11 лет, 1 сентября миллионы людей по всему миру вспоминали жителей Северной Осетии, которые стали жертвами этого страшного события. Люди призывают друг друга объединиться против любых проявлений жестокости. Нужно объединиться против террора. Мне кажется, что это вообще бессердечные люди, которые могут убивать детей, стрелять в спины. Я считаю, что нужно объединиться против всего этого, чтобы побороть его. Нужно донести и до других людей, что террор – это очень плохо. Террористы – это бессердечные люди, и это все должны знать и понимать. 11 лет назад в Беслане произошел один из самых масштабных терактов по количеству жертв. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу номер один, заминировали спортивный зал и удерживали на территории учреждения более 1100 человек. Среди них дети, их родители и сотрудники школы. В течение двух с половиной дней заложники содержались в тяжелейших условиях. Им было отказано в воде и еде. В результате трагедии погибли 334 человека. В память о погибших в лицее номер 15 Черкеска звучали песни и стихи о бесслане, мире, дружбе. Также вниманию собравшихся был представлен документальный фильм о бессланской трагедии. В конце мероприятия под звуки метронома присутствующие почтили память жертв терроризма минутой молчания. Затем ученики зажгли десятки свечей и закрепили их возле инсталляции, посвященной трагедии в Бесслане. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.